Юрий Коваль. Приключения Васи Куролесова. Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос. Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения. Хотя в тот вечер я сидел на лавочке у чистых прудов и смотрел как красный черных лебедей. Солнце укатилось за почтамт. В кинотеатре Колизей грянул веселый марш и тут же сменился пулеметной очередью. Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугиваясь асфальта сезарей, направился прямо к моей скамейке. Усевшись рядом, он достал из кармана часы луковицу, больше похожей на репу, щелкнул крышкой и в тот же миг раздалась мелодия. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Скосив глаза, я глянул на часы и увидел надпись, искусность вырезанную на крышке, за храбрость. Под надписью был нацарапан маленький поросенок. Между тем неизвестный захлопнул крышку часов и сказал себе под нос «без двадцати девятнадцать». «Сколько?» «Без двадцати девятнадцать или восемнадцать часов сорок минут. А что?» Передо мной сидел молодой парень, худой, широкоплечий. Нос у него был несколько великоват, глаза прищуренные, а щеки загорелые крепкие, как грецкий орех. «Где же вы достали такие часики?» Зависливо спросил я. «Да, так, купил по случаю. В одном магазинчике». Это была, конечно, ерунда. Часы с надписью «За храбрость» не продаются. Неизвестный просто не хотел рассказывать, за что его наградили часами. Он стеснялся. «Что мне нравится в черных лебедях?» — сказал я дружелюбно. «Так это их красный нос». Владелец часов засмеялся. «А мне, — сказал он, — черные лебеди вообще не нравятся. Лебедь должен быть белым». Слово за слово мы разговорились. «Интересно, — толковал я, — почему это у вас на часах поросенок нарисован?» «Да, это так просто, шутка. Ничего интересного». «Ну, а все-таки?» «Дело давнее. Я ведь тогда еще жил у мамы. В деревне Сычи». «Ну и что там произошло?» «Да ничего особенного». Часть первая. Усы и поросята. Глава первая. В деревне Сычи. Вместе со своей мамой Евлампевной жил Вася в деревне Сычи. Мама Евлампевна держала кур с петухом и уток, а Вася учился на механизаторах. Как-то весной, в начале мая, мама Евлампевна и говорит Вася, «Васька, кур у нас много и утки есть, а вот поросят нету. Не купить ли?» «Мам, — говорит Вася, — на что нам поросята? Вырастут, свиньями станут, в грязи будут валяться. Противно-то как». «Васька, — говорит Елампина, — да пусть валяются, тебе-то чего, давай купим». «Мам, — говорит Вася, — да ну их, хрюкать начнут, отбоя от них не будет». «Васька, — говорит Елампина, — да много ли тебе надо отбою? Похрюкать и перестанут, а мы их будем помойкой кормить». Они поговорили еще и решили все-таки купить двух поросят. И в выходной день Вася взял мешок из-под картошки, вытряхнул из него пыль и поехал на рынок в районный центр, в город Карманов. Глава вторая, тертый калач. А народу на рынке было полно. У ворот, на которых написано было «Кармановский колхозный рынок», стояли женщины, толстые и румяные. Они продавали с рук цветные платки и белое белье. «Купи! — кричали они Вася. — Купи платок, чистый кумак!» Вася только проталкивался через толпу. Он увидел, что рынок стоит во дворе бывшего монастыря, весь обнесен каменной стеной, а по углам башни с резными крестами. «А вот стекло двойное, бэмское! — кричал у входа стекольщик, который боялся со своим товаром лезть в середину рынка». Вместе с толпой Вася прошел в ворота, и сразу же под нос ему сунулось блюдо с красными вареными раками. Раки были кривобокими, с перепутанными клешнями. Их усы свешивались с блюда, как соломины. «А ну! — крикнул Вася, продавцу раков, — сторонись, роковщик!» За раковщиком пошла сразу рыба. Некрасивый дядя вытаскивал из корзины лобастых язей, надавливал им на пузо. Язи открывали рот и делали «хммм!» И дядя бросал язи в корзину, в которой были и другие язи, переложенные крапивой. Вася то застревал в толпе, то прокапывался дальше. Развернулись перед ним морковь и петрушка, зеленый лук веником, репчатый косицами. «Коротель, коротель!» — покрикила женщина-морковница. «Репа!» — ухал парень долговяз. Прохожие покупатели хватали-покупали, кому чего в голову взбредет. Кому репа, кому рыба, кому коротель. «Мне бы просят!» — думал Вася. «Только где же они?» В самом углу рынка под башней, Вася увидел, чего искал. Здесь продавали кур, гусей, телят, всякую живность. И поросят был много. Вася долго подыскивал подходящих, не очень маленьких, да и не слишком больших. «Мне бы средних!» — подумал он. «И покрепче!» Наконец, у одного черноусого мужичишки Вася увидел парочку поросят. «Славные!» — сказал черноусый, «Пальцем указывай на них. Пятачки у них что-то маленькие». «У этих-то маленькие!» — удивился продавец. «Каких ж тебе пятачков надо? С пластинку патефонную?» «Патефона у меня нету», — сказал Вася. «А всё ж пятачок хотелось бы покрупнее. «Балда ты!» — сказал черноусый. «Нет у тебя толку в поросятах. Лучше патефон себе купи». «Тебя не спросил», — сказал Вася, грозно посмотрел на продавца и обошёл его. «А что?» — думал он. «Может, и вправду патефон купить». Вася ещё повертелся на рынке, поискал других поросят, а издали всё поглядывал на тех, что ему приглянулись. Он видел, как мужичишка то и дело вытаскивал их из мешка и совал под нос покупателям, уверяя каждого, что поросята славные. И правда, они были славные, с небольшими по размеру пятачками. Вася покрутился, покрутился, да и завернул снова к черноусому. «Ага!» — крикнул тот. «Вернулся!» «Говори цену». Мужичишка сказал, но цена Васе не понравилась. «Высока!» «Какой же ты человек плохой! То пятачки не подходят, то цена высока! Угрюмый ты!» «Ты сам угрюмый, вон усыт, как повисли! Новое дело! Теперь усы ему не нравятся! Ай да, парень! Откуда только такие берутся!» «Из деревни Сычи!» — веско сказал Вася. «Говори новую цену, пониженную!» Черноусый сказал, и новая цена Васе понравилась, но он так подумал, «Поторгуйся еще для близиру, пусть знает, что я тертый калач!» Вася поторговался еще, и черноусый сказал, «Вижу, ты тертый калач!» «Ладно уж, скину трешник!» «Только для тебя!» «Держи деньги!» «И суй поросят в мой мешок!» «Эй, да чего?» — ответил продавец, со счета в деньги. «Забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай!» Вася отдал ему свой мешок, ржик, перетянул мешок с поросятами веревочкой. «Дело сделано!» — подумал Вася, и пошел к выходу. «Стой-ка!» — обиделся вслед ему черноусый. «Хоть бы до свидания сказал!» «Ничего!» — ответил Вася. «Обойдешься!» Он шел к выходу и думал, «Хоть я и деревенский парень, а грубиян!» Это ему нравилось. Ему хотелось быть грубияным и тертым калачом. Да, пожалуй, от стрелянного воробья он бы не отказался. Вася чувствовал спиной, как трепыхаются в мешке поросята, и это ему тоже нравилось, потому что было щекотно. Да и поросяты, в конце концов, были, конечно, славные. Правда, с маленькими по размеру пятачками. Глава третья. Парочка поросят. На станции Вася выпил квасу в честь хорошей покупки, а потом сел в электричку. Поросята шевелились в мешке, а когда поезд тронулся, стали повизгивать. Вася стоял в тамбуре, глядел в окошко на пробегающие поля, дачи, елочки, телеграфные столбы. Пассажиры в тамбуре что-то кричали друг другу, махали руками, и курили, выпуская изо рта тяжелые махровые кольца. Колеса стучали под вагоном, и, эх, мчался поезд в деревню Сычи и еще дальше. К дому Вася добрался под вечер, когда солнце уже стало садиться и покачивалось над деревней Сычи. Мама Евлампина стояла у ворота и еще издалек крикнула «Васька, неужто не купил?» Вася промолчал. Ему не хотелось орать на всю деревню. «Че у тебя в мешке-то?» кричал Евлампина. «Говори скорей, неужели поросенок?» «Слышь, Марусенька, Васька-то поросенка несет!» «Бум-бум-бум!» отвечала ей соседка Марусенька из-за оконного стекла. А чего она отвечала не разобрать? Окно было закрыто. «Пара поросенков, мам!» сказал Вася, кладя мешок на землю. «Нанеси их скорей в избу, застудишь! Они, небось, махонькие!» «Это еще как сказать!» говорил Вася, внося мешок в избу. «Не такие уж махонькие, да не слишком большие!» «В самый раз! Крепенькие!» Пока Вася развязывал мешок, поросята шевелились в нем и повизгивали. «И кур у нас есть!» кричал Евлампина, обращаясь к подоспевшей поглядеть поросят Марусеньке. «И утки! А поросят нету! Встану утром и грущу! Вот бы, думаю, поросеночка завесть!» «Тот я и говорю!» босовито бубнил в ответ Марусенька. «Без свиньи какой двор? со свиньей жить веселее!» «Ты развязывай же скорее!» кричал на Васю и Лампина. «Куда спешить-то, мам?» отвечал Вася, развязав мешок. Он встряхнул его, и из мешка, отщерясь, и вроде даже противно улыбаясь, вылез рыжий, облезлый пёс. Вася, hire! » Вася, это видно, по-русски. ! Продолжение следует...